Сегодня, 15 января 1918 года, установлено, что неизвестными лицами похищены национальные сокровища России, хранившиеся в патриаршей резнице Московского Кремля. Для расследования вышеуказанного ограбления создана специальная группа. Разрешите представиться. Инспектор уголовно-розыскной милиции Борин. Изволите для начала протоколы изучить? Нет, не изволю. Хочу послушать вас. Как прикажете. Но почитаю своим долгом сообщить, что хвастать покуда нечем. Что же, преступники не оставили никаких следов? Следов хватит на 10 ограблений. Но извините, что со всем этим прикажете делать? Картотеками регистрации уголовников мы не располагаем. Они уничтожены. В марте 1917 года революционными массами. Извините, но мы беспомощны. Взгляните на эту вещицу. Я обнаружил ее под окнами резницы, и в описи похищенных вещей она не значится. Ну что скажете, господин старский советник? Это герб воронского рода месмеров. Он занесен в дворянскую родословную книгу московской губернии. Офицер, угостите папирос. Пошли. Я тут неподалеку. Нет уж. В другой раз. А я займусь месмером. Все-таки решили брать? Брать. И немедленно. Ну, как тут месмер? Порядок. Дома сидит. Здравствуйте. Уголовный розыск. Вот он. Стой! Стрелять буду! Что-с? Дворю для купчих. Минуточку. А вот это? А это для музея. Краденое изволите скупать, господин Глазуков. Жемчуг этот из Ризницы мне продал Леша. Леша. Как вы его находили, когда он вам срочно требовался? Через Ивана Федоровича. Лавочника, что на Сухаревке. Знаете, Пушком зовут. Вон, вон. А можно я возьму? Надо попробовать. А-а-а! Леша! Не балуй! Да не брал я Ризницу. Ну, а кто же брал-то? Не знаю. Откуда тогда у вас краденый жемчуг-то? Пушков. Все брехня! Ну, ну, ну. А зачем же Воловину лгать-то? Какой смысл? Чтобы Никиту Африкановича Махова покрыть. А вы знаете, кто такой Махов? Ну, так, более или менее. Некоронованный король хитровки. Махов до революции был трижды приговорен к виселице. И не могли взять. Тогда анархисты. Что анархисты? У них же прямая связь с хитровкой. Я через них попрошу в аудиенции у короля хитровки Махова Никиты Африкановича. Ну, что? Хозяин сюда. А револьвер-то к чему, Леонид Борисович? Не любят у нас револьверов. Народ здесь хозяйка набойный, а любят все делать по-тихому. Не по-божески живем. Не по-божески. Я только дураков и особо пугливых опасаюсь. Уговор, Леонид Борисович. На меня нигде не ссылаться. Слава. Чуркин Савелий Николаевич. Стой! Стрелять буду! Ты чего там стоишь? Садись. В декабре 17-го года ты посетил Москву и заинтересовался патриаршей ризницей. Так, ты перепродал свою идейку Прилетаевым. Чуркин, кличка Паук и любовница Константина Прилетаева, Свиблова, арестована. Ну, согласна. А, вы про это, господи, да согласны. Уберите вы его от меня. Ступайте. Пока. О, какой мяу. Эта дамочка тоже не сахарный, известно, как она поведет себя. Предупреждаю, Прилетаев нам нужен только жив. А твою видел. И не одну, а с фраером. Улыбайся. Хороша у тебя, Маруха, братишка. В чем дело? Костя. Где отыскал? Я отыскал, там нет. А в чем дело? А мы сейчас в местях поищем. Костя! Вот старорежимные формальности. Опись изъятого. Нам удалось изъять только четверть похищенного. Братья арендовали дачу под Москвой. Туда и перевезли все похищенное. Здорово, Ватюх. Это не мои покупателей. Ой, что это? Что это здесь, а? Жилец их не повесился. Самоповешение. Эсмеральда. Интересно, какие папиросы курил покойный? Прилетаева ударили по голове чем-то тяжелым. Он потерял сознание, и тогда его повесили. Кто-то курил папиросы эсмеральда. Может, слыхали? Меня в Краскод все знают. Счастлив познакомиться. Гошу видел вчера вечером Дмитрия Фьяктистовича Прилетаева. Да? Даст в чайное общество трезвости. Вот. Вот с этим господином. Послушайте, мисс мэр. Вы меня слышите? Слышу. Я предлагаю вам прекратить бессмысленное сопротивление и сдать оружие. Мисс мэр. Кто стрелял? А никто не стрелял. Сам себя. Итак, что же вы здесь делаете? Мисс мэр сказал мне, что в квартиру ломятся налетчики. Ну и... Папиросы эсмеральда, товарищ Косачевский. Таких папирос теперь нет. Только что из Парижа. Вы не были в Париже? Не привелось. Зато мои люди были на даче у Беттиных, в Красково. Там, где был убит Дмитрий Прилетаев. Один из убийц курил папиросы эсмеральда ритус. Какую роль в алмазном фонде играл покойный Василий Мисс мэр? Косачей. В его распоряжении находились ценности, которые жертвовали для нашего фонда. Частные лица. Федорас очень нуждалась в денежных средствах. Тогда я предложил экспроприировать саму Ризницу. Против него выступила Штерн. Ты знаешь, где сейчас находятся ценности Ризницы и алмазного фонда? Галецкий говорил о том, что Ритус передал ему какие-то крупные ценности. Отец прислал за ценностями. Во! Прошу. Расписку надо бы. Бухгалтерия, она порядок любит. Галецкий слушает. Штерн была? Была. Ценности забрали? Только что. Задержать немедленно! Ага, задержать. Он у них броневик. Ищи теперь ветер в путь. Уголовно-розыскной милиции Москвы раскрыто дело об ограблении патриаршей Ризницы в Кремле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова